Так, это Никитская большая улица, это церковь, в которой Пушкин с Наташей Ростовой венчались. Здесь это здание ТАСС, который уполномочен заявить, да, площадь, бульвар Никитский. Это Тверской бульвар, там фонтанчик, внутри Пушкин с Наташей Ростовой. Друзья, всем привет! Сегодня будет очень короткий обзор, покажу вам подвальчик, который я увидел на оторгах города Москва. Стартовая цена очень интересная, за него будет невероятная заруба. 34 метра внутри Садового кольца, Трубниковский переулок. Старая Москва, очень красиво, невероятно красиво. 3 700 стартовая цена. Вот наш дом. Здесь, видимо, мастерская или художник, или скульптора. Там ремонтируется что-то. Я уже посчитал, если его забрать за эту стоимость, да, и сдать в аренду, то доходность будет 17% годовых. Примерно плюс-минус 20 тысяч рублей метр, я считаю. Может быть, дороже. Вы, если знаете, что он дороже, и понимаете, что я ошибаюсь, в комментариях обязательно напишите к этому видео. Может быть, дороже его можно сдать. В общем, 3 700 стартовая. Я думаю, есть смысл его брать, ну, если 680 тысяч годовой арендный поток, то я думаю, есть смысл его брать, ну, миллионов за 6 максимум. Иначе дальше вся эта история вообще неинтересна. Как вы считаете, напишите в комментариях. Пожалуйста, к этому видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень много таких маленьких, но познавательных видео я буду записывать. В скором времени пойду еще смотреть квартиру 11 метров на Арбате старом. Тоже вам я покажу и расскажу все. Здесь детские площадки. Подъезд номер 2. Подвальщик, видимо, здесь. Видите, окна. Цоколь. Пожалуйста, дайте свои варианты по цене. До какого уровня она, на ваш взгляд, поднимется на торгах? Вот мне просто интересно. Я считаю, конечно, его где-то за 6 заберут. Как считаете вы? Давайте в комментариях напишите. Так, выяснилось, что вход через некую проходную. Это, конечно, неудобно. Лучше бы он был отдельный, без всяких проходных, паспортов и всей этой истории. Потому что это сильно трафик снижает. Ну и стоимость, соответственно, помещения. Что-то у меня теперь большие сомнения по поводу этого помещения. Вход через частную собственность. Блин. Это, конечно, не очень интересно. Я думаю, там до 20 тысяч за метр не дотянет. Ну, можно дотянет. Говорю, делитесь комментариями своим мнением, пожалуйста. Ну, вот и все помещение. Окон нет. По этажным плане вроде как они были. Там уже не наша. Там коридор. Кстати, очень странная история. Коридор не наш. Он в собственности целиком. У другой организации. Я не знал, что вообще так можно. И туалеты в собственности у другой организации. То есть зашел сюда, все. Если пользуешься, не в туалет сходить, ничего. Сейчас покажу еще одно помещение. Но уже не интересно, уже понятно. Выяснилось, что город Москва тоже очень хорошо умеет хитрить. То есть подвал без окон. Общий коридор. Во всем должен быть общий. Но он почему-то в частной собственности. По коридору даже ходить нельзя. Шлюзы. Бывший банк. Тоже с проходом большие проблемы. Туалет даже. Туалет реально. Чтобы воспользоваться туалетом, придется договариваться. И скорее всего не получится. У подвала несколько собственников, которые между собой переругались. Судились, пересудились. В итоге они стоят пустые. Потому что все друг друга подосрали так, что пользоваться не могут. И говорю, классно, что Москва разместила другие фотки. Там на фотках были окна. А по факту окон нету нифига. В общем, вот такой вот обзор, друзья. Надеюсь, вам это было полезно. Перепроверяйте сто раз информацию даже от города Москва. Но тут уже даже ясно, что даже по этой цене 3 миллиона 700 тысяч рублей вообще не интересен. За 20 тысяч метров я его никому не сдал. У меня там пришла мысль, потому что это бывший банк. И как раз одно из помещений это депозитарий с ячейками, со всеми делами. Который был закрыт на замок. И замок не смог сотрудник сломать. Мы его даже и не стали смотреть. Мы всего двое были смотрящие. Собственно, его можно было сдать под депозитарий также. Но им не смогут люди пользоваться, потому что коридоры в частной собственности. Как такое получилось с ним, непонятно. Получается, я у вас спрашивал, до какого уровня поднимется цена. А теперь, пожалуйста, проголосуйте в комментариях, его вообще кто-нибудь купит или нет. Как вы считаете? Учитывая все вводные, которые мы теперь знаем. Очень красивый день сегодня, поэтому захотелось вам показать Москву. Это Тверской бульвар. Это МХАТ имени Горького. Памятник Есенина. Все-таки памятники революции 17-го года, вероятно, мощные, энергетические. Когда смотришь на них, читаешь, понимаешь, насколько серьезная была борьба. И реально шли на смерть в свою идею. Это уже Тверская улица. Вот так она идет. А это Пушкинская площадь. Это здание известий, очень известное. Вот это классное здание. Раньше там на башенке стояла балерина каменная, но ее убрали, когда я не знаю. Дом под юбкой он назывался. И там памятник Пушкину. Вот он там за грузовиком. За кустами концертный зал. Но это на самом деле многофункциональный такой концертный зал, потому что это и кинотеатр Россия, и мюзиклы в нем ставят, и премии разнообразные вручения в нем проходят. Так, это памятник Высоцкому, Страстной бульвар, Московская городская дума. Это улица Петровка в ту сторону. Вот то здание Петровка 38 знаменитое. А вот там мой офис. Туда я иду пешком от самого помещения того, которое было на Трубниковском переулке. Полчаса всего идти. Да, это уже Петровский бульвар. Здесь уже не так, конечно, красивенько, но все равно хорошо. А это вот здание, в нем мой офис находится. То есть я пришел. Спасибо. В общем, друзья, покупайте коммерческую недвижимость, организовывайте себе пассивный доход, выбирайте ее с умом. И желательно с помощью профессионала. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно. Будет еще много полезного видео.